Доброе утро. Крестюш, не переживай. Синичек сегодня нету. А знаете почему? Потому что синички это кони. И они эту маленькую бутылочку, которая у меня висит в виде кормушки, съедают за сутки. Нам этот бар не прокормить. Нет, на самом деле я заказала еще еду. Еще у меня есть здесь. Я сейчас проснусь и пойду, конечно, наполню эту кормушку. Но они тут, конечно, наверное, всех своих родственников зовут, чтобы быстренько это все съесть. Так, что тут происходит за дурдом? Короче, доброе утро. Доброе-доброе утро. Просыпаемся и машем. И кричим, да? Хорошо. Просыпаемся и кричим. Кстати, мы с тобой вчера, Крестюша, забыли подать показания счетчиков. А Алиса нам не напомнила. Она явно с кем-то еще работает. Ну, в общем, ладно. Пойдемте просыпаться и заниматься делами. Мамма миа, что у нас сегодня будет твориться на улице, а? Гляньте, какие тучи находят. Реально прям холодно так. По-моему, сегодня ночью нулевая температура. И если сейчас что-то с неба громыхнет, то очень большие шансы, что это будет не дождь, а снег. Ой. Еще низко так висит. Слушайте, Антоновки так и нет. Есть Семеренко, Антоновки нет. Так, забрала кошакам дыра, дралку, кота дралку. Сегодня, кстати, наверное, не летная погода. Что-то сегодня я им досыпала, а синичек все равно нет. Но сегодня реально холодно. Но вчера тоже было, в общем-то, не жарко, но они сожрали целую бутылку. Так, смотрите, ребятушки, что мать вам принесла? Сейчас подерем. Так, давайте быстренько по покупочкам. Даже на штатив вас не буду ставить. Ой. Хлебушек. Фаршик. Молочко. Яички. Так, вот я насыпала корм. И яблочки. Ну, так себе наборчик, да? Ну, 500 рублей, как не бывало. И то, потому что я списала скидку с карты. Ну, вот как-то так. Время начало третьего. Не знаю, сейчас, наверное, котлетки пожарим. Или я тевтели сделаю в соусе. Ну, что-то, короче, быстренько сейчас придумаю. Все, я распечатала. Пойдем. Надо убираться. Шерсть ваша клочьями. Сейчас, подожди, я мятой насыплю. Мятой, конечно, кот наплакал. Даже не кот, а мышки, да? Но у нас своя есть мята. Поэтому это так. Все, наслаждайся. Мятой, когтеточкой. В прошлый раз мы, которую покупали, она была чуток побольше. Но, в принципе, она стоила, по-моему, 300 с чем-то рублей. А эта стоит 200 с чем-то рублей. Но, учитывая, что они все равно как бы раздирают ее в клочья, было принято решение сэкономить. Ну, короче, с мехом, ну, вот как-то. Ну, что, будем драть? Нет? Малый мят, и я могу своей насыпать. Мапширон-то вообще-то дыроколка на пол тельца. Ну, это же как бы типа еще лежанка, дыродралка. Но Дуся вот такие любит, которые именно на полу. Вот столбики она вообще не понимает, как ими пользоваться. Пацаны-то столбиками с детства у меня пользуются. А Дуся у нас женщина залетная, да, Дуся? Так зевнула там. Вот она не умеет. Она вот в основном тем, что на полу, либо диваном. Все, процесс пошел. Ну, это, наверное, больше из-за мяты. Ну, вообще у нас аутист. Да, я знаю, что ты особенный. Все, короче, пацаны занимаются делом. Я тоже занимаюсь делом. У нас 3 часа я уже хочу есть, если честно. Я сейчас буду тогда делать тефтельки. У меня как раз там томатный соус еще остался. И к ним, не знаю, что-то творю. Макароны у меня есть, макароны сделаю. Так, все, идем обедать с вами. А тут все темнеет, все темнее и темнее за моим окном. Кстати, мята вроде прижилась. Ну, не знаю, зимой будет ли она тут расти. Но пока растет, я ее, видите, немножко подщипываю. Чай пью с мятой. Пересадила отсюда хризантему. Ну, я, по-моему, уже говорила. Пылесадник пересадила. Не знаю, приживется, не приживется. Как говорится, хер бы с ней. А, я в этом году так думаю, что я яблоки мочить не буду, потому что, ну, если только я доеду в этот, на рынок. Ну, потому что семеренка, они не такие вкусные в моченом виде, как Антоновка. Потом я их тут купила пять штук. Ну, как бы, да? Че тут мочить-то? Лучше какую-нибудь шарлотку сделать или так съесть. Не знаю, напишите, кстати, у вас Антоновка продается. Может, опять же, еще рано. Ну, блин, как рано, конец ноября, уже все, вот уже дубак начинается. Ну, я, конечно, еще буду периодически заезжать в перекресток, потому что больше я ее нигде не видела. Ну, и надо на рынок съездить как-нибудь. Так, ладно, все, мне приятного аппетита, вам тоже приятного аппетита, если кушаете. Давайте кушать и работать. Ой. У нас тут, кстати, хостел новый, очередной. И вот я так понимаю, что в него заказали какие-то матрасы. Скорее всего. Тут периодически в этом доме открываются хостелы, закрываются. Несмотря на то, что в жилых домах хостелы запрещены, но вот такие резиновые квартиры у нас имеют место быть по одной той простой причине, что здесь сейчас со всех сторон эти склады долбанные. Вот видите. Как бы оно явно не для домашнего использования. Матрасы. Ну, в общем, все понимаете, да? Как мне это соседство? Да ну, я в ахуе. Другого слова нету, потому что, честно говоря, когда я покупала квартиру, милая девушка риэлтор рассказывала, какой здесь будет интеллигентный район, как бы какие покупатели. Все очень интеллигентные, приятные, образованные. И вот спустя сколько, не знаю, уже семь. Семь, наверное, лет уже. Как бы все вот скатилось до вот таких вот соседей. Ну, вот как-то так. Дульсинея, а вы привет передадите? А, нет, вы заняты. Ну, ладно, отдыхайте. Продолжение следует...